Дни романтики, навятки и вообще культурную жизнь в нашем регионе. Что нас ждет в новом году? Какие интересные проекты будут? Андрей Борисович, исполняющий обязанности министра культуры в Кировской области. И ко второй части нашего эфира у нас есть опрос. Да, мы проводили опрос в группе ВКонтакте. Насколько вы информированы о культурной жизни города и области? Большинство выбрали ответ «Низкий уровень информированности». Ну вот сейчас на нашем сайте лидирует ответ «Средний». За него проголосовали 60% опрошенных. 40% вариант «Низкий». И я сейчас, пока мы разговариваем, открою нашу группу ВКонтакте. В группе ВКонтакте около 80% за «Низкий», насколько я помню. Люди не знают, Андрей Борисович, куда сходить, где что проходит, где можно послушать, что посмотреть. Ну, давайте, собственно, устранением этого незнания мы сейчас и займемся. Ну, с удовольствием. Во-первых, добрый день, уважаемые слушатели и коллеги. Ну, на самом деле, для меня несколько удивительно цифра 80, вы сказали. У меня другая информация, если честно. По большому счету, Министерство культуры и все подведомственные учреждения располагают с достаточным информационным ресурсом. И понятно, что это все в свободном доступе. Вся информация о проводимых мероприятиях, она располагается или на сайтах, или в прессе, или в афишах. Когда как угодно, потому что мы без этого, во-первых, существовать не можем, это понятно. Мы не можем эффективно работать, если хотите, назову слово, зарабатывать, да, не информируя нашего потенциального зрителя, слушателя, посетителя и так далее. Поэтому, ну вот, скажем так, мы постоянно мониторим эту ситуацию, мы постоянно говорим об эффективности работы учреждений, в том числе в рекламе своих мероприятий. Поэтому, ну, наверное, не совсем справедливо. Я буду стоять на том, что мы достаточно информируем нашего зрителя. И, собственно говоря, финансовые показатели, они, наверное, в первую очередь отвечают на вопрос, знает зритель, что происходит в наших учреждениях или нет. Давайте, собственно, проинформируем. Не знаю, удовлетворил я, значит, своим ответом вас или нет. Но, по крайней мере, это наша основная работа, и без нее мы не двигаемся никуда. Ну, мы на самом деле опрашиваем наших слушателей ВКонтакте и на сайте. Мы понимаем, что это не есть репрезентативное исследование, просто небольшой срез. Давайте, собственно, информированием и займемся. Давайте. В ближайшее время нас ждут дни романтики. Дни романтики на вятке, да. Ну, да, это то, что называется ближайшее событие, которое пройдет в городе Кирове. Но я хочу подчеркнуть не только в городе Кирове. Вчера в правительстве Кировской области была пресс-конференция. И тот интерес средств массовой информации, я имею в виду, в первую очередь, наших телеканалов, он говорит о том, что эти традиционные дни романтики, они пользуются интересом, популярностью. 23-го мы стартуем. 23-го, ну, скажем так, в 10 часов, в 10.00 в областной детской библиотеке имени Грина состоится вручение литературной премии, которая традиционно проходит именно в этот день. И, собственно говоря, это будет отправная точка празднования дней романтики в Кировской области. Мы широкий спектр мероприятий набросали на эти дни. Откровенно скажу, что основной упор будет делаться на выходные дни. Это 26-е число, суббота. И то количество площадок, я сейчас не буду подсчетом заниматься, это практически весь город, это все библиотеки, это все музеи наши, это летние открытые пространства в Александровском саду, это набережная Грина, это площадка у Герценки. Это много мероприятий, начиная от литературных встреч, ну, так скажем, музыкальных, джазовых, классических коллективов, они и танцевальных в том числе будут принимать участие. И это, конечно, безусловно, квесты современной истории, которые мы планируем в рамках дней романтики в городе показать. Для всех желающих, подчеркиваю, как для групповых, так и для индивидуальных людей, которые могут принять участие, ну, так скажем, на любом этапе проведения квеста. И, ну, необходимо тоже отметить, что большое количество мероприятий пройдет непосредственно в городе Слободском, поэтому вот такой широкий спектр, программа достаточно обширная, если вот так объективно говорить, то можно просто много времени на это потратить. Я единственное хочу сказать, что мы приглашаем и рады видеть вас на этих праздниках, на мероприятии с 23 по 26 число в Кировской области. Хорошо, но на каких площадках состоится кульминация мероприятий? Куда точно стоит сходить? Я понимаю, о чем вы говорите. Я бы пригласил вас все-таки на набережную Горина вечером 26 в 19 часов. Что там будет? Ну, вот как раз мы говорим о музыкальных коллективах, о некой джазовой истории. Это и литературные встречи, это чтение стихов, это романтика, любовь, если хотите. Всю ночь. Всю ночь? Да. Андрей Борисович, вы сейчас как-то свидание приглашаете. Ну, приглашаю. Что-то еще интересное. Проанонсируйте еще 2-3 события, которые стоят внимания, по вашему мнению. Вы имеете в виду, в каком временном... В рамках дней романтики. А, дней романтики. 23 по 26, конечно. Ну, я уже сказал, что очень важное и красивое мероприятие будет 23 числа после вручения премии Грина у памятника на набережной. Это в 11.30, приходите, будут писатели выступать, будет приглашенный гость, ну, это уже традиционный наш гость, Альберт Анатольевич Лихаранов. Вот там тоже некий старт будет дан нашим праздникам. Так, значит, 23 августа в 11.30 у памятника Александру Грину на набережной. Приходите. Встреча с писателями. Совершенно верно. Чтение стихов, дети почитают стихи у памятника. Мы отпразднуем день рождения нашего великого земляка. Так что мы будем рады вас видеть. 26 августа в 19.00 на набережной Грина. Кстати, где конкретно? Я акцентирую внимание, все там же, в районе памятника. В районе памятника Грина. И шахматный домик. Так, хорошо. На этом, наверное, мы сейчас, ну, давайте прервемся, да, на небольшой перерыв. Я пока предлагаю Андрею Борисовичу предложить нам еще каких-нибудь два события, да, самых интересных из всей обширной программы Дней романтики на Вятке. Ну и напомним мы всем, что обсуждаем мы сегодня предстоящие Дни романтики с 23 по 26 августа. Очень много культурных событий ждет жителей города Кирова и области. В гостях у нас Андрей Борисович Скальный, исполняющий обязанности министра культуры Кировской области. И вот сейчас мы уходим на перерыв. И мы возвращаемся в эфир. Никита Кочуров. И Илья Афанасьевна. Дневной разворот у нас продолжается. Во втором часе мы сегодня разговариваем про Дни романтики на Вятке, про культурные события, которые вообще ждут весь наш регион в этом году. И в гостях у нас Андрей Борисович Скальный, исполняющий обязанности министра культуры Кировской области. И для себя я выделил вот в Днях романтики два необычных события. Например, массовый флешмоб, который пройдет 26 августа с 21 до 25 до 21.30 на набережной Горина. Отскажите, пожалуйста, поподробнее об этом. Ну, я не знаю. Мне кажется, что про флешмоб рассказывать, наверное, не совсем правильно. Это нужно прийти поучаствовать, и тогда будет картинка. Но вот давайте какую-то секрет, изюминку в этом смысле оставим. Ладно, хорошо. Я предполагаю, что вопрос может возникнуть про шагающий джазовый оркестр. Да. Это история для города Кирова, наверное, такая новая и свежая, потому что мы в таком классическом джазовом варианте привыкли к оркестру на сцене, оркестру с пюпитрами. Тут не так давно, скажем, в прошлом году появился молодой джазовый коллектив, перспективный. Поэтому вот этот формат, он по большому счету и для меня несколько нов. Молодые музыканты. Я уже вчера на пресс-конференции говорил, что некий ассоциативный ряд выстраивает такую несколько печальную историю, когда американский джазовый коллектив в основном, как правило, впереди похоронной процессии. Но поверьте, это совсем будет другая история. Я надеюсь, что это будет интересно. Мне, кстати говоря, и самому это очень любопытно, как это будет выглядеть. Я думаю, мы увидим 26 числа. А что это за музыкальный коллектив, который вот вам так нравится? Нет, я не сказал, что он мне нравится. Я хочу... Вы сказали, что интересный новый коллектив. Вот он интересный по мысли, по задумке, по форме. А как он прозвучит, мне бы самому это хотелось посмотреть. И я бы сделал там определенные выводы. Потому что, когда появляются новые неизвестные коллективы, которые непрофессиональные, я подчеркиваю, это коллектив самодеятельный, он не имеет пока никакого статуса. И мне он любопытен в том смысле, что, может быть, на предмет участия в предстоящем джазовом фестивале, который мы называем джаз над вяткой, это произойдет у нас в 2018 году в начале августа. Может быть, я его приглашу участвовать на этом фестивале. Вы уже планируете следующий джазовый фестиваль? Ну, безусловно. Мы же эту историю сделали такой традиционной. И уже два фестиваля в городе Кирове прошло. С периодичностью раз в два года. И август месяц 2018 никто не отменял. Хорошо, вот давайте тогда еще я хотела бы коротко резюмировать, что ли, наши дни романтики на вятке, чуть-чуть пройтись по повестке, потому что вижу очень много интересного. Вот смотрите. 23 августа с 19 до 20 у нас будет мастер-класс по историческим танцам 19 века на площадке перед библиотекой имени Герцена. Я думаю, что интересное событие, которое заслуживает внимания, будет у нас праздничная акция «Романтика Форевер». В рамках нее состоится фотосессия с байкерами «Романтик энд байк». Я вижу, что это будет с 15 до 17. Видимо, тоже 23 августа. Андрей Борисович. Тоже центральная городская библиотека имени Пушкина. Я говорил о том, что все библиотеки города и областные учреждения, в том числе, задействованы в этих мероприятиях. Так что основные площадки 23-24 – это библиотеки, это краеведческие музеи, это учреждения культуры, так скажем. 26-е – это улица. Да, вот будут показы мультфильмов «Красавица и чудовище», «Бегущая по волнам» художественный фильм. Я так думаю, что это все для детей и подростков. Безусловно. Да. Про квест, кстати. Расскажите. Ну что рассказать про квест? Вот, вы знаете, с одной стороны, наверное, повторюсь, нужно приходить и участвовать. Он будет исторический, литературный. Нет, безусловно, это исторический-литературный. Мы говорим об исторических местах города Кирова, вятки, если хотите, связанной с виновником торжества Грином Александром. Давайте напомним, где, когда, во сколько у нас стартует квест. Ну, у вас программа лежит, напомните мне, потому что у меня с собой ее нет. Я экспромтом сегодня отвечаю на ваши вопросы. А с 14 до 16 в Центре развития туризма Кировской области, это на Спасской. Вот мы сегодня сейчас говорили... А дата? Какой день? 26. 26. Да, суббота. Ну, знаете, это дом Витберга. Да. Значит, все, кто хочет поучаствовать в квесте, 26 августа с 2 часов до 4 часов дня добро пожаловать в дом Витберга. Он же Центр развития туризма. Совершенно верно. И еще немного по истории, вообще Дни романтики. В 13-м году открыли памятник Осоль у Диорамы. Да, вы правы. В 14-м Шаляпину и у вокзала монумента возбудили. В 15-м поющий фонтан в сквере 60-летия СССР. 60-летия СССР, да. Да, то есть были какие-то очень фундаментальные вещи в те праздники. А вот почему в эти годы как-то, ну, потомкам ничего не останется, в общем, после Дни романтики в 17-м, 16-м годах? Ну, хотелось бы, конечно, чтобы ежегодно это происходило, но есть там объективная причина, о которых мы все знаем, да, это ресурсы финансовые в первую очередь. Ну, давайте сделаем паузу и будем думать на следующий год, что реализовать. Насчет масштабных проектов вы правы абсолютно. Особенно, я считаю, масштабный проект – это памятник Федору Ивановичу Шаляпину, нашему знаменитому земляку. И если вы помните, в этот год мы приглашали министра культуры России Владимира Ростиславовича Мединского на открытие памятника. Скажу больше, я этот проект готовил открытие, и на открытии памятника спел наш великий земляк, бас, народный артист Советского Союза Александр Филиппович Ведерников. Я вот вижу еще в программе романтическую экскурсию по Александровскому саду. Здесь некогда гулял и я, которую проведет экскурсовод музея Ирина Варламова. Извините, Ирина Владимировна Варламова. Это в 11 утра 26 августа. Это будет выходной день в Александровском саду. Добро пожаловать. Я думаю, что с детьми вполне комфортно будет прогуляться. Что мы еще не сказали про дни романтики? Андрей Борисович. Честно говоря, мы не сказали очень многое, но еще раз. Сейчас основные даты начала мероприятий и дни определены. Каждый желающий может на сайте городской администрации, на сайте Министерства культуры, на сайте Центра развития туризма выбрать для себя то, что ему близко, интересно и прийти к нам в гости. Да, скачать программу, посмотреть, потому что великое многообразие в программе. Четыре страницы, уписанных десятым шрифтом. Поэтому я рекомендую всю историю скачать и найти то, что будет интересно именно вам. Мое глубокое убеждение. Конечно, нужно говорить, нужно рекламировать. Но это делать абсолютно дозированно. И лучше потом собраться и обсудить, как нашим жителям города Кирова вот это понравилось, насколько. А вот в этом году на дни романтики можно такой шкурный вопрос. Сколько денег тратит бюджет? Ну, давайте сегодня о деньгах не будем. Тем более, эта цифра, ну, смешная, небольшая. Крохотная. Так, ну, хорошо, ладно, давайте тогда пойдем дальше по повестке дня. Потому что поговорить мы сегодня хотели не только о днях романтики. Да, у нас есть еще темы для обсуждения, как будет жить наша культура в 17-м году, в 18-м году. В частности, вот... Драматический театр, театр на Спасской. То есть там серьезно обновлены трупы, по несколько человек уехало. А с чем это связано? Ну, мы сейчас, если говорим там серьезно, так это, наверное, в первую очередь театр на Спасской. Потому что в драматическом каких-то серьезных изменений не произошло. А по каким причинам, я говорю? Ну, по-разному. Театр — это живой организм, в нем работают совершенно нормальные живые люди. Есть семейные обстоятельства, и они в основном доминируют вот в решении людей, там, поменять место жительства, например, поменять работу. Это нормальный процесс, живой. И ничего в этом странного я не вижу абсолютно. Человек всегда ищет место, где лучше в жизни. То есть ситуация, кстати, остается штатной, стабильной? Всегда такое происходит? Да, абсолютно. Ну, просто я не знаю, почему такой вдруг интерес, всплеск интереса по поводу «почему шли?». Наверное, потому что из театра на Спасской ушли сразу пять актеров, и четверо из них молодые. Я уже назвал причину. Устраивает она вас? Ну, я скажу больше. Мы вчера разговаривали с Владимиром Ивановичем Грибановым. Это директор театра на Спасской. И он уже принял новых четырех актеров. Вот расскажите, да, кто эти люди, откуда они приехали? Ну, смотрите, вот информация у меня вчерашняя, откуда приехали? Приехали ребята из Свердловска, приехали из Ярославля, если мне не изменяет память. А вот новых ребят, которые вчера были приняты на работу, я их пока не видел, не знаю. И думаю, что талантливые, молодые, перспективные. Посмотрим. С актерами надо ознакомиться на сцене. И то, что они будут показывать, мы должны с вами оценить. Вот и все, это нормальная ситуация. Хорошо. А чтобы эти актеры, ну, как-то задержались, прижились у нас в театре, может быть, стоит в каких-то мерах поддержки подумать? Есть ли такая вообще, в принципе, возможность и направленность? Да, мы поддерживаем. Если вы думаете, что мы не поддерживаем, так... Расскажите, пожалуйста, да, расскажите, пожалуйста, чем поддерживаете молодых актеров, которые только приехали в Киров, откуда-то из другого региона? Ну, смотрите, в первую очередь человек, молодой актер, который приезжает на сцену, на новую сцену, он в первую очередь должен доказывать свою состоятельность работой своей. Вот не хочу говорить там вещи, которые звучат банально. Конечно, поддерживаем материально, стараемся, чтобы хорошая, приличная была заработная плата. Это раз, хорошие, нормальные условия жизни, два. Ну и, на мой взгляд, самое главное, это интересная творческая работа. Вот это наша поддержка. А где живут актеры, которые приезжают в город Киров из других регионов? Ну, у нас несколько есть вариантов. Есть общежитие, есть съемные квартиры. Ну, вот, пожалуй, вот такие основные два варианта. А как делите, кто в общежитии, кто на съемную квартиру? Как делим? Хорошие опоры? Никак не делим. Вот как получается, так и селим. Вот скажите, пожалуйста, насколько вообще реально, может быть, как-то договариваться с застройщиками, я не знаю, выкупать квартиры? Ну, чтобы молодые актеры были в... Я понимаю, о чем вы говорите. Не в общежитии, да. Ну, не в общежитии. Сегодня механизмов... Механизмы ведь, они простые, понятны. Если человек приехал надолго, если он заинтересован в той площадке, куда он приехал, ну, тут нужно просто смотреть. Есть и варианты ипотеки, есть варианты приобретения жилья, есть варианты, там, я не знаю, ну, помощи, может быть, но это обсуждается при условии, что человек приехал надолго и серьезно. Вкладываться, ну, наверное, нужно, но вкладываться, еще раз говорю, нужно в перспективу. А для того, чтобы мы сегодня понимали, мы говорим о незнакомых нам сегодня людях, в принципе, мы должны понимать, перспективно они нам, интересно. Я их еще в работе не видел, говорю честно. Поэтому я человек практичный, и для меня очень важно понимать, этот человек к нам надолго, навсегда, или приехал, там, на какую-то, там, очередную стартовую площадку, чтобы прыгнуть дальше. Надо понимать. А сколько лет должно пройти, чтобы понять, что этот человек перспективный у нас должен остаться? То есть, какие здесь, какими сроками это ограничивается? Никакими сроками не ограничивается. Это бывает понятно с первого спектакля, а бывает понятно с десятого. Это индивидуальная работа, это индивидуальный взгляд на творческую личность. И я понимаю, что профессиональные люди, которые работают в наших театрах, они понимают, человек приехал стартануть или приехал работать надолго. Я думаю, что к теме культуры и к тому, как будет развиваться эта отрасль в следующем году, мы вернемся после небольшой рекламы. Я напомню, у нас в гостях Андрей Борисович Скальный, исполняющий обязанности министра культуры Кировской области. Сейчас мы уходим на рекламу и через пару минут вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это Дневной Разворот. Никита Кочуров. Юлия Афанасьевна. И мы продолжаем говорить про театральный сезон, культурные события, дни романтики на вятке. Все это с исполняющим обязанности министра культуры Кировской области Андреем Борисовичем Скальным. Андрей Борисович, расскажите про театральный сезон. Что интересного нас ждет? Ну, я традиционно скажу, ждет много всего интересного. Если мы говорим именно о театрах, то давайте так, по порядку. Самого большого и самого заслуженного, наверное, по возрасту имеется в виду. Ну, Кировский областной драматический театр 8 сентября вот уже этого года в рамках Всероссийского молодежи форума фестиваля «Арт-миграция» будет показан спектакль, покажет свой спектакль «Клятвенные девы» на форуме фестиваля организованного союза театральных деятелей в городе Москве. «Арт-миграция» — это фестиваль спектаклей молодых режиссеров, выпускников столичных вузов, и поэтому участие нашего театра — это, ну, вот, серьезная, как бы, победа, потому что в фестивале будет показано всего 7 спектаклей, а было подано, я подчеркиваю, 100 заявок. Мы туда попали. Это престижно. 19-21 сентября, ближайший сентябрь, гастроли театра состоятся в Йош-Короле на сцене русского академического театра имени Константинова. Тоже будут сыграны лучшие спектакли 140-го, подчеркиваю, театрального сезона. Это «Темная аллея» Бунина, «Дядюшкин сон», «18-25 запрещенный роман». И для юного зрителя театр покажет движение, «Дорога, дети», режиссер спектакля Захар Пантелеев. 19 сентября театр приглашает всех своих друзей и любимых зрителей на праздничный вечер, посвященный 140-летию театра. У нас большое, серьезное событие. В 2018 году театр традиционно порадует зрителей премьерами, а также, если все хорошо сложится, мы будем участвовать еще в российских фестивалях. Так, премьеры вы можете уже проанонсировать? Ну, основная, скажем. Ну, основная, может быть, не основная, но, на мой взгляд, самая ожидаемая премьера – это драма «Островского лес», которую ставит Константин Солдатов. Мы ее, если все ничего, 10 ноября покажем. А можно подробнее остановиться на фестивале «Арт-миграция», куда мы прошли? Мы попали в число семи спектаклей, которые будут там показывать. По каким критериям они оценивали спектакли? Как выбирали? За счет чего мы туда прошли? Ну, за счет… Все же просто, на самом деле. За счет качества, за счет таланта и за счет предполагаемого успеха. Вот это три основные составляющие, которые являются критериями отбора. Это качественная режиссура, это качественная игра актеров. Сценография, если хотите, это комплекс. Я думаю, что просто мы и Старобот были лучшими. Мне бы так хотелось. Поэтому мы там. Ничего тут удивительного нет. У нас творческий, интересный, профессиональный коллектив. Так что… У этого фестиваля будет гран-при. Ну, посмотрим. Будет, наверное, да. Но особых, наверное, шансов у нас, скорее всего, не будет. Но одно участие – это уже победа. Уже от дорогого стоит, да? Конечно, конечно. Спектакль «Клятвенные девы» для тех, кто не был, для тех, кто не знает, о чем он, что это за спектакль? О, сейчас, секундочку. Значит, то, что касается «Клятвенных дев», это спектакль режиссера Ивана Комарова. Это приезжал режиссер к нам из города Москва. И… Фу-фу-фу. То, что называется действие спектакля, происходит в наши дни. На окраине Тирана, столицы Албании. Ну, или, как ее называют местные жители Шкиперии. В стране женщин. Женщин, оставшихся вдовами. Ну, и женщин, которые обязаны быть мужчинами ради спасения семьи. Женщин, мечтающих о счастье. Говорю такие пафосные слова. Это и реальная история, которая никогда не существовала, но и была вечно, которая повторяется снова и снова. Это вот такая короткая аннотация. Сложная история, но интересная. Интригует. Вы хотите посмотреть, так что это можно посмотреть. Понятно. Но какие еще премьеры ждут на сном сезоне? Ну, я, наверное, от драматического уйду к театру на Спасской. 82-й театральный сезон открывает театр на Спасской. Еще до открытия театр со спектаклем «Каренин» режиссера Егора Чернышева примет участие в 14-м Всероссийском фестивале «Реальный театр» в Екатеринбурге. Одном из самых статусных театральных фестивалей России, чтобы так понимать. 13 сентября спектакль будет сыгран на сцене Екатеринбургского театра юного зрителя, а после пройдет традиционно для этого фестиваля открытая дискуссия с участием ведущих театральных критиков, в том числе которых и Марина Дмитриевская, главный редактор петербургского журнала «Театральная жизнь». А какой спектакль мы везем на фестиваль «Реальный театр»? Мы говорим о театре «Каренин». Хорошо, давайте еще пройдемся немножко по повестке. Я так понимаю, что мы с премьерами театральными закончили, да? На самом деле можно говорить долго о премьерах. Сезон мы только начинаем. Театры активную, театральную жизнь откроют в сентябре. Поэтому, я думаю, у нас будет еще не один повод собраться и поговорить на творческие моменты. Но я сегодня бы еще хотел обратить ваше внимание на то, что в Вятской филармонии стартует новый фестиваль, который мы решили назвать «Земляки возвращения на Вятку». Вот так это прозвучит. суть и идея. Мы приглашаем на сцену Вятской филармонии состоявшихся артистов, которые в свое время уехали из нашего любимого города покорять мир, если хотите. Но эта тема так или иначе сегодня звучит целый день. И мы их приглашаем для того, чтобы они вновь порадовали своих земляков своим творчеством и своими успехами. Кто эти люди? Ну, вот я могу по концертам пройтись. Их пять, на самом деле, в рамках фестиваля. Первый концерт у нас, кстати говоря, состоится тоже 17 сентября. И называется он «Три вятских тенора». Значит, кто? Это, во-первых, солист Мариинского театра Сергей Семешкур. Понятно, что Маринка, Санкт-Петербург. Солист хора Сретенского монастыря Валентин Хмелев, город Москва. И солист ансамбля песни, пляски российской армии имени Александрова Алексей Скачков. И продирижирует и будет аккомпанировать Вятский оркестр русских народных инструментов имени Шаляпина. Дирижер, как вы знаете, заслуженный артист России Александр Николаевич Чубаров. А когда фестиваль пройдет? Фестиваль стартует 17 сентября. Следующий концерт будет 29 октября. Также в рамках фестиваля выступит Ирина Валикжанина, виолончель «Рига, Латвия» и Константин Андреев, саксофон, город Санкт-Петербург. Андрей Борисович, вот есть у меня еще один к вам вопрос. Опять скажите, что про деньги буду спрашивать. Спросите. Вот по итогам визита Путина говорилось о том, что были приняты важные решения, в том числе по финансированию нескольких объектов в Кировской области. Это в частности детский космический центр, на который могут выделить 100 миллионов. Вот это одно из них? Деньги на Вятский космический центр выделены в размере 95 с половиной миллионов рублей. Когда планируете достроить и открыть? Хороший вопрос на самом деле. Ориентировочнее. Вы понимаете, это этот год уже, да? Нет, безусловно, этот год. У нас с 22 по 24, скажем, октября в Кирове пройдут уже традиционные циолковские чтения. Мне бы, конечно, мне, это вот мое, так сказать, мое желание, моя идея фикс, провести бы нам эти чтения уже на новой площадке детского космического центра. Что там осталось доделать? На что вот эти 95 миллионов потратите? Там идут отделочные работы. Здание готово на 82 процента. На 82 это уже, ну вот, на выходе, что называется. Я вчера там был. Основное, конечно, это дооборудование. Мы говорим о том, что детский космический центр должен стать самым интересным, самым привлекаемым, самым продвинутым, если хотите, объектом в городе Кирове и в области. Да, мы сами этого хотим. Там уже есть планетарий современный. Мы закупаем оборудование не только в Европе, но и в Японии. Поэтому основные, конечно, траты пойдут на оборудование. Ремонтная работа, я уже говорю, почти, ну, 82 процента готовности. Поэтому мы должны доукомплектовать центр, чтобы зрители, наши посетители, зашли и ахнули. А что в Японии купили? Ну, оборудование, хорошее оборудование. Это мощные проекторы, это интерактив и так далее. Это современные технологии. А вот кроме планетария, какие еще будут зрелищные вещи в этом космическом центре? Какие зрелищные вещи? Там будет в основном, конечно, интерактив. Это будут площадки, на которые наши посетители, дети, подрастающие поколения, могут своими руками зайти, ну, скажем так, у нас там будет центр управления полетами. То есть в активном режиме человек может управлять полетом космического корабля. Ну, это один из, так сказать, направлений, одно из направлений. И все остальное на этом связано. Это мощное проекционное оборудование, это, еще раз говорю, современные технологии, это схемы, это приборы, это опыты, это все, что можно. Ну, мы очень хотим, чтобы там была и робототехника, поэтому это будет современный, ну, такой объект, куда можно зайти и пропасть на целый день. Ну, будет на что посмотреть. Зайти и просто пропасть на целый день. Так, ну что же, будем надеяться, что 22-24 октября Циолковские чтения пройдут уже в новом здании, в детском космическом центре. Буквально одна минута у нас осталась, и еще про федеральные деньги спрошу. Может быть, цирк мы отремонтируем на федеральные деньги? Есть какая-то информация? Информация есть, но я бы, наверное, в первую очередь сказал о том, что мы попросили у федерального центра деньги не только на цирк, но и на драматический театр. Потому что драматический театр, как объект культурного наследия федерального значения, требует оперативного вмешательства, ремонта, модернизации сцены, зала, звука, света и так далее. Цирк тоже в этой программе. Когда? Вы задаете вопрос про цирк. Цирк не в моих полномочиях, это федеральный объект, который Росцирку принадлежит. А мне было бы приятнее услышать вопрос про драматический театр. Вот про драматический театр я ответил. Мы попросили 273 миллиона для реконструкции и ремонта драмтеатра. Дадут? Ждем. Я бываю осторожен в этих вопросах, потому что пока я не увижу на бумаге, по крайней мере, распоряжение там подписанное, я не тороплюсь. Спасибо, Андрей Борисович. На этом мы, к сожалению, заканчиваем. У нас уже новости на очереди. Я напомню, что Андрей Борисович Скальный, исполняющий обязанности министра культуры Кировской области, поговорил с нами сегодня про Дни романтики, про театральные премьеры, про джазовый фестиваль на Вятке, про Детский космический центр. Я думаю, что мы еще вернемся к теме в предстоящих эфирах. Андрей Борисович, спасибо большое. Спасибо, с удовольствием приглашайте. Никита Кочуров. Юлия Фарасимов. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»